Слава Господу! Я просто даже вас призываю подписаться, если вы смотрите какие-то видео на ютубе, подписаться на наш церковный канал, где мы регулярно выкладываем и какие-то прославления песни нашего, и, конечно же, выкладываем проповеди, выкладываем учения. И сегодня у нас финальная четвертая часть. Я думаю, что вот все, что мы говорили до этого, как бы подходит к этой четвертой части. Мы слышали много разных мнений, да? Прежде всего, мы видели праведного, богобоязненного человека, которого звали Иов, который переживает ужасающие страдания, теряет здоровье, теряет имущество, теряет своих детей. И вот, разорвав, разодрав свои одежды в этой пепле, он сидит в недоумении. К нему приходят три его друга и садятся с ним, неделю сидят с ним, потом начинают свои речи. На каждую речь Иов дает ответ, и суть всех речей, то, что без определенных грехов, без определенных проступков невозможно пережить то, что ты пережил, Иов. То есть, твое страдание является наказанием за что-то, да? На что Иов говорит, многоречивые друзья мои, за что же, что я такого совершил? В чем мой проступок? Давайте конкретно говорить, не надо этих общих учений. У нас в христианстве тоже очень много общих учений, которые как бы могут подвести человека под осуждение. Но Иов говорит конкретно, вот что не так, что я совершил? Я ходил пред Господом, да, у него было недоумение. И как мы говорили, да, с вами, что порой, читая речи друзей Иова, кажется, ну, вроде они даже более правы, чем сам Иов. Пока мы не приходим к концу книги. А в конце книги, наконец-то, появляется кто? Сам Господь появляется. И начинает говорить. И ты думаешь, ну все, наконец-то. Мы много чего-то не понимали. Один говорил друг, второй говорил друг, третий говорил друг. Каждому Иов отвечал. Потом еще появился молодой Елеуй, который вообще всех обвинил, что они что-то неверно говорят. И друзья, и самый Иов, и еще тоже там толканул свою самую длинную речь. Вот. Ну, он был самый молодой, поэтому больше всех знал, это ясно. Вот. Самую большую речь сказал, да. И вот мы подходим с вами к 38-й главе. Наконец-то будут даны ответы на все наши многочисленные вопросы. И вот 38-я глава, первый стих. Господь отвечал Иову из бури и сказал, Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь. Или кто протягивал по ней верфь. На чем утверждены основания ее. Или кто положил краеугольный камень ее. При общем ликовании утренних звезд. Когда все сыны Божьи восклицают от радости. И дальше мы читаем. Вот вся 38-я глава и вся 39-я глава. Бог отвечает одними вопросами. Вопросы, вопросы, вопросы. То есть он здесь спрашивает сначала про космос, про устройство Вселенной. Потом про природу спрашивает. Потом про животных спрашивает. Вы знаете, такой долгожданный и при этом такой странный ответ от Бога. Я очень люблю смотреть фильмы 50-х, 60-х годов. Фильмы итальянского неореализма. Таких разных режиссеров люблю. А моя супруга Диана, она эти фильмы не очень любит. Потому что моя супруга любит, чтобы в конце фильма все было ясно. Все преступники были наказаны. Добро было наоборот вознаграждено. А там вот происходит. Вот например, есть у Микеланджело Антониони такой фильм. Подруги, где подруги собираются вместе в путешествии, отправляются на остров. Одна из подруг пропадает. Они большую часть фильма ее ищут. И в конце так и непонятно, куда она девалась. Мне очень эти фильмы нравятся, потому что они лично меня побуждают о многом задуматься и посмотреть. Диана эти фильмы не очень любит. Она говорит, ну и куда она девалась? Куда она пропала-то в конце концов? И она еще говорит, зачем я полтора часа потратила на фильм, где в конце ничего не поняла? Вот книга Иова чем-то похожа. Мы читаем, там книга сколько, 42 главы. Мы читаем, 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 читаем. И в конце мы ждем как бы развязку. У нас много вопросов. Появляется Бог, который подбрасывает нам еще дополнительные вопросы. Он говорит, а, вам это непонятно? А вот это вам понятно? А вот это вам понятно? А вот это вам понятно? И в принципе на этом книга заканчивается. Я думаю, Богу тоже нравятся фильмы итальянского нереализма. На этом книга заканчивается. Знаете, книга Иова показывает, что есть вопросы, на которые наш разум никогда не получит удовлетворительного ответа на этой земле и вопрос о причине наших страданий как раз вот именно из этой категории. Помните, как у Исаии написано, да? Бог говорит, не ваши мысли, мои мысли, и не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так мои мысли выше ваших, и мои пути выше ваших. Мы читаем и мы понимаем. Ну, конечно, все, что у Бога выше. Однако в нашей жизни мы все равно с этим не соглашаемся. Нам нужно, чтобы наш разум объяснил нам все божественное провидение. Нам нужно, чтобы нам было все понятно. И многие верующие в действительности думают, что они верят в Бога, а на самом деле они уповают на свой разум. Есть вещи, которые мы не понимаем, есть вещи, которые мы не знаем. Как мы можем верить в Бога? Но драгоценные, если мы с вами задумаемся, как раз вера в Бога и нужна, когда нету знания. Потому что если есть знания, зачем нужна тогда вера? А без веры угодить Богу что? Невозможно. Например, да, я несколько раз был в Соединенных Штатах Америки. Нужно ли мне верить, да, когда я, например, в этом году туда полечу, что она там есть? Или не нужно? Нет, я там был, я видел, она есть. Я там был, я знаю. Например, я никогда не был в Австралии. Вот у нас есть сестра Елена Черемных, да, она прилетела оттуда. Лена, не знаю, здесь она, не здесь. Да, Лена. И вот Лена говорит, что я была в Австралии. Я вам честно скажу, я и верю, что Австралия есть. Но так сказать, что я знаю, не могу. Почему я там не был? Я, конечно, видел кенгуру на картинках, там в зоопарке видел. Но кто знает, вдруг она обманула меня. Там слетал у кого-нибудь в Таджикистан. Она говорит, я была в Австралии. Но я думаю, что все-таки она была. То есть я верю ей, я все равно, понимаете, о чем я говорю? Когда ты не знаешь, тогда тебе нужно верить. В христианстве у нас часто все перевернуто. Мы думаем, вера – это твердое знание. Да нет, как раз. Вера – это упование на Бога, когда ты часто не понимаешь, и когда ты часто не знаешь. Поэтому Бог и задает тут Иову такие вопросы. Он говорит, да ты смотри, вот весь мир, как устроен? Как устроен весь мир, да? Это суть вопросов Бога. Иов, есть определенные границы познания, которые мы никогда на этой земле не сможем перешагнуть. Просто потому, что наш разум, даже это такой гениальный разум, как у Григория Перельмана, даже с таким разумом ты не можешь очень многие вещи понять, познать, просто-напросто, просто-напросто не можешь. И бесполезно порой мучиться вопросами, на которые ты никогда не находишь ответа. Бог говорит, смотрите, иными словами, смотрите, мы – часть мира, который нам не принадлежит. Он принадлежит Господу, и мы – часть Его творения. Мы так хотим часто быть творцами, все знать, все видеть, ведать, все понимать и еще даже направлять. Это мы называем такой властью верующего. Тут все вершить, все совершать. Нам так нравятся такие учения, нам так нравятся такие теории, которые работают до определенного момента, когда ты не столкнешься с похожими проблемами, с которыми столкнулся Иов. И тогда камня от камня не остается от этих учений. Камня на камне не остается. Поэтому, послушай, есть такое правдивое христианство, есть христианство иллюзий и фантазий. Чем мне нравится книга Иова? Она нас ведет в реальность. Не в мифы и легенды, а в реальность ведет. И часто я замечаю, верующие, они не хотят идти в реальность. Мы хотим жить в наших фантазиях. Мы хотим жить в наших сказочках. Где все понятно, все объяснено. Там иногда жизнь не соответствует нашим сказочкам. Но ничего. Мы все равно будем верить нашим сказочкам. Бог говорит, мы часть мира. И в этом мире все взаимосвязано. И поймите, только понимая картину целиком, мы можем четко понимать разные части. Но проблема-то вся как раз в том, что мы не видим всю картину целиком на земле. Не видим. Вот я вам хочу показать один пример. А можно кусочек фильма? Вот только вот фильм включите, да? Не фильм, а часть картинки включите. Вот посмотрите. Вот я вам показываю изображение. Как вы считаете, это нарисовал один очень известный художник, что здесь изображено? У кого какие мнения? Ну, давайте искусствоведы и культурологи. Горы. Озеро кто-то увидел. Дорога. Что? Проход. Да, проход. Пещера типа, да? Ну, можно, или грот какой-то, да? Ну, в принципе, можно много чего здесь увидеть, да? А теперь давайте, пускай этот фрагмент станет частью общей картины. Можно там дальше? Вот посмотрите. Это известная картина Марка Шагала, называется «Над городом». И то, что мы видели, как горы, как проход, как туннель, как облака, это оказалась часть одежды человека, да? Видите, часть там, где колени. Но могли, какой шанс догадаться, что здесь изображена пара, летящая над городом, пара влюбленных, летящих над городом. Какой шанс догадаться, зная и видя только один фрагмент, да? Никакого. Точно так же, драгоценные мы, мы видим часть фрагментов, и мы судим о нашей жизни только по этому фрагменту. Но Бог показывает, что все в этом мире взаимосвязано. Все перетекает одно в другое. И чтобы часто понимать, что это, для чего это изображено, почему это происходит, нужно просто увидеть всю картину, всю картину целиком. А у нас нет такой возможности на этой земле. У меня этот пример родился, когда я был на одной выставке известных картин, я помню, там было одно такое полотно, огромное. Я вот зашел в зал, посмотрел какие-то черты, какие-то там треугольники, и вообще ничего не понял. И только когда я отошел к другому концу зала и смог увидеть всю картину, я увидел, как из этих треугольников и черт возникли разные фигуры. Но вот так вот не видно, как у нас говорится, лицом к лицу лица не увидать. Часто при близком рассмотрении мы не можем это понять. Но наша жизнь связана, связана друг с другом, связана со всей вселенной, со всей землей, связана с духовным миром, связана с Господом. И что-то там изображено. Но понять это можно, только видя всю картину. Но мы не творцы этой вселенной. Мы не художники этой вселенной. Мы не можем видеть эту картину. Мы видим только часть. Можно, Паша, с самого начала покажи фрагмент. И вот у нас возникает, вот часто, что такое наши догадки. Вот мы видим эту маленькую часть и начинаем. Братья, сестры, что вы думаете, почему Господь такое изображает? Что сию означает? И тут на что у каждого хватило фантазии? На что хватает фантазии? И Бог ему задает вопросы. Говорит, ты не можешь это понять? А это можешь понять? А это можешь понять? А это можешь понять? И он начинает рисовать вселенную. Все мироздание с природными процессами, с животным миром, с растениями там разными. Это все связано. Иов, все связано. Чтобы понять часто, нужно увидеть целиком, но ты не видишь. Мы с вами, драгоценные, не видим. Я вам скажу, это приводит нас к смирению. Вот суть смирения. Учиться занимать свое место, быть довольным и доверять Богу, несмотря на то, что многие вещи, они выходят за границы вот того, что мы видим и того, что мы можем понимать с вами. Они выходят за границы из-за этого всего. И вот смотрите, вот 38 глава, 39 вопросы, 40 глава, откроем, 40 главу книги Иова. Смотрите, первый стих. «И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Вдруг Иов что-то услышал в этих вопросах, что-то понял в этих вопросах. Он говорит, да, что я буду отвечать? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, чрезла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. И после вот этих двух глав вопросов про мироздание, природу, животных, растения, новый цикл вопросов. Смотрите, вот 15 стих. вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол, вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. И тут, смотрите, Бог начинает спрашивать его про вот какого-то чудо-бегемота. Чудо-бегемот какой-то. То есть мы же понимаем, это не тот совсем бегемот, который мы все видим в зоопарке. Кто-нибудь видел бегемота в зоопарке? У нас есть там маленький бегемотик, да? Он все время лежит обычно вот так вот. Когда мы с детьми ходим, все время лежит. Видели ли вы у этого бегемотика хвост, как кедр? То есть мы понимаем здесь какой-то вот, ну, некоторые исследователи вообще считают, что здесь описан динозавр, бегемот с таким хвостом. Но проблема, что динозавры-то давно уже выморили ко времени Иова. Он знал о них не больше, а может даже меньше, чем мы знаем, да? У нас есть знания благодаря каким-то археологическим раскопкам. Но это какое-то, прямо скажем, мифическое животное. И вот он про него спрашивает всю 40-ю главу. Дальше 41-я глава, да? Смотрите, 41-я глава, первый стих. Можешь ли ты удою вытащить Левиафана? Ого, еще какое-то животное тут появляется. Левиафан. И веревку схватить за язык его? Есть в зале рыбаки? Рыбаки. У кого-нибудь есть удочка? Даже у меня есть удочка, хотя я не рыбак. Купил однажды и до сих пор лежит. Так вот, если у тебя есть удочка, кто из вас ловил Левиафана удою? Он только ловил, еще вытаскивал за язык. В день шли кольца в ноздри его, проколи шли иглою челюсти его. И вот он дальше описывает этого Левиафана. И вот смотрите, 18-й стих. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли. Из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Ого-го-го-го-го! 27-й стих. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь Лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву, в солому, да, вот, плевелый. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, а он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Притворяет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Вот смотрите, от вопросов о мироздании Бог переходит к вопросам магическим. Он описывает такие какие-то диковинные страшные существа. Чудо-бегемот, дракон-левиафан. Ну, это же типичное описание дракона. Из там ноздри или тихая цвет идет, пламя у него в уста. Что такое? Сразу вспоминаются всякие фильмы, фэнтези, где всякие драконы летают, да? Это же описание. Какие-то мифические, мифические существа. Мы порой часто приписываем, да не то, что даже мы, в то время, это было, конечно, чаще, но и в наше время до сих пор происходит. Вера, всякие колдовские силы, драконов, там, магические проклятия, заклятия, вот такой мир, какой-то мифический, сказочный мир. И тоже немало людей приписывают вот этим существам влияние негативное на нашу жизнь. Есть христианские авторы, они исследуют этот, вау, наверное, это влияет на нас, темные силы, да? Апостол Павел много позже напишет важнейшие слова, которые, к сожалению, до многих христиан не доходят, потому что нам хочется верить в свои сказки. Апостол Павел написал, идол в мире ничто. Если даже ем, это идоложертвенное, пища нас к Богу не приближает и не удаляет нас от Господа. Пища – это пища. Он, говорит, проходит через чрево, да? Он все описывает. Но нам кажется, нет, нет, Павел, как это ничто? Нет, это все влияет. Эти идолы, эти идоложертвенные явства, они очень сильно влияют. Ну, если ты веришь, конечно, влияют. До сих пор многие верующие христиане, они считают, да, он уже уверовал в Господа много-много лет. Все от проклятия не может избавиться. Тебе надо от глупости просто избавиться, и все. Потому что Писание четко говорит, что Иисус взял на себя все проклятие мира. Он взял на себя, он был распят. Веруй в Него. Но нам так скучно веровать в Него. Нам хочется верить во все вот эти вещи. Наверное, вот так вот все, да? Идол в мире ничто, пишет апостол Павел. А здесь просто Бог отвечает, да послушай, все в моих руках, он показывает. Все в Его руках. нам так все время кажется, что Бог, он всемогущий, но нет, да и пропустит что-то. Как помните, я на первой проповеди показывал камушки, которые в нас летят, да? Он как бы защищает основной поток неприятностей, летящих в нашу жизнь. Но ведь что-то и пропустит. Так вот мы думаем. Вот эти мифические вещи, вот он описывает, да Бог говорит, ты послушай, все в моих руках. То есть Бог показывает, что он реально великий. Он не просто там чуть-чуть великий, то есть он вообще-то всемогущий, но немножечко не всемогущий. То есть он кое-что не может. Он, конечно, вездесущий, но кое-где его не бывает. Он абсолютно всемогущий. Он абсолютно вездесущий. Он абсолютно всезнающий Бог. Как пишет опять апостол Павел, палмата, наполняющего все во всем. Послушайте, в какого великого Бога мы веруем с вами. Вы представьте только в его могущество. Да, зачем разбирать? А вот есть заклятие, есть проклятие. А мне вот пастор насыпали там соли под порог. А вот я тут нашла какие-то волосы заплетенные. И мы уходим. Что это значит? Я вот чувствую, как-то мне сегодня дышать тяжело. А вот муж кашлять начал. Найдутся проповедники. Они скажут, ничего, мы сейчас вас освободим. Только надо пожертвования хорошие собрать для начала, чтобы сработало. Все это так сильно повязано. Этот бизнес, этот колдуны, все эти гадалки, экстрасенсы. Я знаю, что некоторые из вас не хотят даже мне доверять в этом. Это огромнейший, огромнейший бизнес. Потому что, ну, сколько заплатят денег фокуснику за билеты? Тысячи, две, три. Ну, если там, коперфиль, десять можно. А этим людям платят сотни, миллионы, бывает некоторые. Влезают в ужасные долги. Здесь нам Слово Божие показывает, если ты христианин, ты под Богом в чьих руках все. Просто доверяй Ему. Просто полагайся. И вот в этой простоте вся сложность. Нам трудно, нам часто не хочется этого. Нам кажется, что как-то вот это, это пастор, слишком просто как это вот. Нам как-то надо вот посражаться с кем-то нам надо все время. Повоевать нам хочется. И вот смотрите, 42-я глава. Последняя глава. Приходим к этой последней главе. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено». Видите, после всех этих вопросов он говорит, Боже, ты все можешь. То, что ты задумал, никто не может остановить. Кто сей омрачающее проведение, ничего не разумея, так я говорил о том, что не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай! Взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вообще, само имя Иов, оно означает покаяние, да? Он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле, да? Раньше я о тебе слышал слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Раньше он просто знал о Боге. Теперь он переживает Бога. Страдающий по большому счету всегда одинок. И что интересно, вот эти часто ситуации помогают нам освободиться от каких-то странных иллюзий, от каких-то странных представлений. И не просто знать о Боге, как, к сожалению, многие верующие только и знают, но переживать Его реальность. Поэтому Слово Божье нас учит за все, благодарите во всем любящие Бога, во всем, в любых ситуациях, не только в плохих, во всех, не только в хороших, во всех, в разных ситуациях. Бог может обернуть это ко благу любящим Бога. Понимаете? То есть мы приходим к Его абсолютной власти, абсолютному величию. И Иов замолкает. Поэтому я и говорю, что вот когда я впервые читал эту книгу, мне казались логичными речи друзей, логичными. И я был согласен со многим, что они говорили, а Иов казался мне каким-то самоправедным, надменным. когда я в конце, в 42-й главе прочитал, вот 42-я глава, 7-й стих, и было после того, как Господь сказал слова Иову, сказал Господь Елефазу, фемонетянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили, а мне не так верно, как раб мой Иов. И вот тут часто верующих смущают такие слова «не так верно». Так вот, там нету «не так». Там написано, что вы говорили неверно. Неверно вы говорили, как в отличие от моего раба Иова. Я думаю, что переводчики добавили «не так верно», потому что им тоже казалось, что немало правды в словах. Немало правды, немало хороших вещей говорят. Итак, «возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву и раб мой Иов помолится за вас». Вот смотрите, Иов становится для друзей своих кем? Священником. Тот, кто за них молится, за них заступается перед Богом. А они кем его считали? Самым грешным из них. То есть вы понимаете, как меняется вся картина-то? Люди порой думают, так приходит Бог, все наоборот, первые последними становятся, а последние первыми. Не так, возьми себе семь тельцов и семь овнов и пойди к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только ли лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Вот посмотрите, вот друзья говорили, да? Вроде бы они правильно говорили, для них Иов был просто грешник, который получил от Бога наказание за свои дела. И мы об этом с вами говорили на предыдущих служениях, ведь иногда действительно бывает наказание следствия каких-то наших проступков. Но можно ли это абсолютизировать и из этого сделать такую модель для жизни каждого человека? Нет. Нельзя это абсолютизировать, да? Являются все беды следствием наших грехов. Нет. Страдания Иова не были следствием его вины. Поэтому и вроде бы внешне правильные слова друзей были в корне неверными. И вот тут опять-таки мы во время этих собраний проводим параллель между Иовом и Иисусом. Ведь с Иисусом то же самое было. Ведь фарисеи говорили правильные вещи и обвиняли Христа в чем? Ты нарушаешь Божий закон. Там твои ученики что-то едят, срывают колости в субботу. Помните, да? Ты сам исцеляешь по субботам. От Бога ли такой человек? Небес ли в тебе? И опять-таки они обвиняли его во внешнем нарушении. А ты вообще Бога противник Христос? До того у них доходило. Они его обвиняли постоянно, что он неправильный, неправильный, неправильный. Точно так же друзья постоянно обвиняли Иова. И вдруг Бог говорит, чтобы я вас простил, Иов должен за вас помолиться, а вы жертву приносите. До этого дошло. И еще важный момент. Четвертый друг, который сказал, что он, помните, вместо Бога, хочешь с Богом говорить, сейчас я с тобой поговорю, Иова вообще Бог тут не упоминает этого. Вот есть иногда полное игнорирование, когда Бог игнорирует какие-то вещи. Этого четвертого даже не упоминается. И вот вы знаете, к сожалению, вот эти идеи, эти учения, эти теории, они живут в мозгах людей и нашего 21 века. Я помню, когда несколько лет назад в Японии, помните, был там цунами, помните, произошло там, катаклизмы наступили, это повлияло на их там станции, то многие начали рассуждать, а почему такое произошло с японцами? И вот я специально нашел одну цитату высказывания нашего известного режиссера Никиты Михалкова, я помню, так был поражен его высказыванием в то время, вот я нашел его слова, и вот как Никита Михалков объяснил произошедшие катаклизмы в Японии. Дело в том, что в душе у них безбожие, они ведут себя так, будто забывают, что кроме них живет еще кто-то на земле, и именно это, а также постоянное унижение всего, что их окружают, привело к тому, что Бог не выдерживает и думает, люди, что же вы делаете? И в ответ на их поступки посылает им ужасающее землетрясение в дополнение с разрушительным цунами. Никита Михалков думает, что он христианин, но он не последователь Христа, он ученик друзей Иова. Он точно такими же аргументами. Ну так понятно, почему такое произошло в Японии, да? Так безбожники они все, как себя ведут-то, да? Такое чувство, что у нас-то в России одни божники на божниках сидят. И мы так вот любим все объяснять, и это же говорит, не какой-то малограмотный человек, известный режиссер, интеллигентный человек, специалист по культуре. Что несет этот человек? О чем он говорит? И вот эти вот три теории, почему страдал Иов, которые люди выдвигают, это прежде всего причина, следственные связи, есть грех ужасный, вот приходит наказание, или человек правильно себя ведет, и Бог его благословляет. Так вот мы видим, на основании книги Иова, да, это нередко работает, но нельзя этот закон причинно-следственных связей применять без разбора ко всему. А если тебе уж так сильно хочется этот закон применить, то примени его прежде всего к себе самому. Вот вы знаете, в чем разница между Иовом и его друзьями? Друзья Иова старались разобраться в нем, а Иов старался разобраться в себе и в Боге. у него были вопросы, что я сделал, что не так в моей жизни, и Бог, почему такое произошло, как ты такое допускаешь. Так вот в этом отличие религиозники, они всегда всех осудят, они во всем найдут грехи и обличат. Люди Божьи, они не лезут со своими какими-то моделями, схемами, пытаясь весь мир, Японию, Таиланд, Америку, Россию, Украину, все вот под свой какой-то модель, под свое понимание привести. Это вот первое объяснение. Второе объяснение, которое прежде всего дал самый молодой дружок Елеуй, это для воспитания твоего характера. Да. И тут тоже иногда такое бывает, но можем ли мы и эту модель абсолютно ко всему отнести. Ты болеешь, значит, Бог тебе что-то сказать хочет, ты, наверное, вот что-то не слышишь от Него. Наверное, Он хочет улучшить тебя, какие-то вещи выработать, терпение научить тебя. Говорят об этом верующие? Да, говорят. Бог это вообще даже не упоминает этого Елеуя с его теориями. Ну, в некоторых церквах самое популярное объяснение страх причина несчастья. Ты бы забоялся, двери несчастья открылись. Такое чувство, что Иов такой был пугака, а трое друзей прямо трех храбрых смельчака. Ничего не бояться. Да это всем присуще. Но всех ли постигают такие беды, а? Да не всех, конечно. Поэтому ты хорошо в это веришь? Ну, конечно, вот это вот так-то, вот это вот так-то. Это теории, которые мы видим в книге Иова. Позднее люди добавили еще теории. Например, согласно Талмуду, у фараона было три советника, и один советник советовал убить всех младенцев мужского пола. Помните эту историю, да? Когда стали размножаться израильтяне, он советовал убить всех мальчиков мужского пола среди евреев, да? Второй советник отговаривал от этого, а третий советник и был как раз Иов, который просто промолчал. И за то, что он промолчал, вот это его и постигло. Вот такое есть объяснение. Но нашему разуму нужно, чтобы все было объяснено. Если это не картина, то холм, если не холм, то пещера. Нам нужно обязательно, чтобы что-то было объяснено. Есть раввины, которые тоже выдвинули теорию, что Иов был осужден за ересь, потому что он не верил в загробную жизнь. Вот за его постигли такие наказания. Я удивляюсь, как сегодня многие люди живут до старости, а не верющие в загробную жизнь. Как их-то вот Бог пропустил, что ли. Вот есть такие теории. И знаете, все дело в том, что в то время на Востоке были книги, которые по сюжету походили на книги Иова. Походили на книги Иова. Они были о страданиях праведных людей. И в этих книгах также задавался вопрос, а почему же добрые люди страдают? Почему же праведники страдают? В Месопотамии даже была книга, которая называлась «Поэма о невинном страдальце». И вы знаете, чем книга Иова отличается от похожих книг Древнего Востока? В книге Иова в самом начале первые две главы, которые мы разбирали на первом собрании, там во вступлении, в этом предисловии нам показано, что происходило в духовном мире. Помните, когда сыны Божьи пришли к Господу? В других книгах этого не было. То есть, посмотрите, чем отличается книга Иова. В самом начале нам дан ответ, почему все это с Иовом произошло. Но люди на земле, Иов и друзья, они же этого не знали. это знаем мы, читающие книгу Иова. То есть, грубо говоря, нам показана задачка, ответ, на которую мы знаем в самом начале. Но у тех людей не было этого ответа, и они начали придумывать себе вот эти ответы, начали придумывать себе эти объяснения. А мы видим, да, наша земля часть божественной вселенной, где все взаимосвязано. И мы часто не видим эти взаимосвязи. Мы не понимаем, что там происходит в духовном мире, что там произошло, почему все это случилось. Мы же не знаем этого. Но мы должны тем не менее доверять Господа. Что и сделал Иов? Он не понимал. Его порой слова были резки, в отличие от благочестивых высказываний друзей. Да, он резко говорил, но он говорил честно, и он говорил искренне. В этом и было вот это главное отличие. Поэтому Бог говорит, да, вы говорили неверно, в отличие от моего раба Иова. Как? Он так порой резко говорил. Он Бог с тобой судиться хотел. Как так? Да, что он говорил резко, но честно. Он не пытался там что-то придумать или додумать, как прочие друзья. И поэтому вот смотрите, 10 стих 42 главы говорит, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый покис сити и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча пар валов и тысяча ослиц. И было у него семь сынов и три дочери. После того, как Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновей до четвертого рода, и умер Иов в старости насыщенный днями. Кто помнит, сколько у Иова было до этого мелкого скота? Кто помнит? 7 тысяч. А стало 14. Сколько у него было верблюдов? 3 тысячи. А стало 6 тысяч. Волов и ослиц. Сколько у него было пар? 500. А стало тысяча. То есть мы видим, Бог воздает ему имущество вдвойне. Сколько Иов прожил? 140 лет. В Псалмах 90-й Псалом сказано дней лет наших 70, а при большей крепости 80 лет. ибо проходит быстро и мы летим. Сколько Бог дал жизни Иову? В два раза больше обычного срока. 140 лет. Вот только детей у него осталось столько же. То есть в два раза детей больше. Это не всегда благословение. Правда же? Было семь, а стало 14 сыновей. И так было тяжело. Тут вообще жить невозможно. Бог мудро все делает. Знает что удваивать и что оставлять в прежнем количестве. На самом деле драгоценные послушайте, жизнь человека конечно что-то особенное. по закону Моисееву если кто-то что-то забрал незаконно, то он был обязан вернуть вдвойне. Что интересно? Бог возвращает вдвойне. Еще раз показывается, что это не было наказание за его грехи. Что Иов страдал без причины, которая была в его жизни, в его поведении. Я еще раз вам хочу показать, эта книга учит нас смирению. Есть верующие, есть пасторы, есть проповедники, которые буквально знают все и все готовы объяснить. Что они делают? Они просто свои догадки выдают за истину. Более того, они свои предположения выдают за откровение от Господа, слово от Господа. Мы опять это видели в книге Иова, да? Помните, когда Иллифаста говорил, вот, ночное видение, волосы стали дымом. Туховные всевозможные переживания, да? Так вот, книга Иова говорит, есть грань, за которую на этой земле мы с вами заглянуть не можем. Мы пытаемся строить предположения, но это нужно делать очень осторожно, а мы свои догадки и предположения ничтожи, сумняшися, тут же приписываем Господу и считаем, что вот хочешь поговорить с Богом, поговори со мной, все скажу, как Бог. Как Иллиуи, да, говорил Иову. Религия делает людей самодовольными, знающими ответ на все вопросы, познание же Бога, настоящая вера делает человека смиренным и уповающим на Бога. Мы понимаем, есть границы, поэтому часто к Божьим людям тянет не так сильно, как к выскочкам, которые знают все, потому что нам кажется, вот если он говорит так уверенно, если такая уверенность в его словах, значит, наверное, это правда. А это что там, границы, границы, тут не знаю, всем не знаю, то это развед Бога человек. И нам хочется идти за самозванцами, которые утверждают, что знают это, ответы знают, нужно так, так и так выстроить все. И в итоге произошло, что религия, в том числе христианская религия, где вот там что нужно делать за гроб Господен воевать в Иерусалиме там. И шли, убивали, мечами уничтожали. Как это могут делать люди, читающие Евангелие? А это было в истории церкви? Как могло в истории христианства быть такой позор, как инквизиция? А ведь было же это, когда убивали, кто верит, не так правильно или вообще неправильно. было? Думаешь, насколько же у людей самомнение? А ведь они это делали именем Господа. Как сегодня часто именем Господа оружие освещают, боеголовки освещают. Я смотрю на это, думаю, это безумие какое-то. Это безумие какое-то, никак не связанное с Евангелием. Как можно это совершать? Совершаются эти вещи. Совершаются, когда опять-таки люди приписывают себе. Мы перс Божий, мы знаем, слушаем нас, и они так это делают уверенно. Так это уверенность просто от их глупости. Но мы-то не понимаем часто, и мы слушаем, открыв рот. А такие люди, как Иов, слушай, ты давай себе помоги сначала, потом будешь тут нас объяснять нам что-нибудь. Мы ими пренебрегаем. Еще раз напоминаю вам, первые станут последними, а последние первыми. И часто те, кто воспринимались как рупор небес, глаз Божий, на самом деле просто люди, которые несут глупости, как это делали друзья Иова. Нельзя применять одну модель для всех ситуаций, нам так проще. не в Бога верить, а в модели. Но вера в Бога это взаимоотношение с личностью, а не со схемами какими-то всевозможными. Верующие любят друг друга получать схемами. И вот в итоге мы видим книга Иова, она показывает нам, что есть вещи, которые мы никогда не узнаем. Но вверху 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 в конце книга Иова в депрессию, «А?» Нет. Она заканчивается радостной. Она заканчивается позитивом. Да, есть вещи, мы не знаем здесь на земле, никогда можем до конца и не понять, не узнать, но книга Иова заканчивается радостью. Бог, тем не менее, все приведет как благу. И точно так же, как Иов переживал величайшие благословения, насыщенные днями, точно так же и Бог насытит своими благословениями, насытит. Да, мы не все понимаем, мы не все можем объяснить. Да, да, так и есть. Это отличает вот уповающих на Бог людей от религиозников, у которых, я еще раз повторю, есть ответы на все вопросы. Есть, там они все тебе объяснят и книжек понапишут тебе. Все у них, все известно и все понятное, и всем они все растолкуют и все. Все знаю. Я не так давно с одним человеком столкнулся, увидел, просто человек продает книжки, и там меня что удивило, там целый такой столик был, и там много-много книжек, много-много книжек было, и там было написано книги, книги рассказывают, как-то было написано что-то, божьи тайны или божьи загадки, книги, да, я такой, ну, видел, что божьи тайны, поэтому подошел, да, стоит человек, продает, и там книги, там, например, 150, там название одно запомнил, 153, цифра секрета Бога, и там куча-куча таких книг, я говорю, а о чем эти книги, он говорит, как о чем, о Боге, я говорю, а кто их написал, он говорит, Бог, я говорю, в смысле, он говорит, это я написал, я говорю, а кто вы, он говорит, смотри, я показал на бейджик, у него бейджик, а на бейджике было написано Бог, ну, чтобы никто не усомневался, это правдивая, правдивая история, бейджик, Бог, продает книги, Бог написал, это он продает, все-все-все-все делает. Я посмотрел, книжек 50, наверное, разных лежало там написанных. Я ему говорю, я говорю, что они все объясняют? Он говорит, все объясняют, да? Я говорю, ну понятно, и пошел. Он говорит, ты почему уходишь? Я говорю, ну я сам стараюсь познавать Бога. Он говорит, ты ничего не знаешь, пока книжки не прочитаешь от Бога. На все мы расстались мы с ним. Вы знаете, вот это вот как бы забавная модель, но, к сожалению, не прикрепляя на грудь значок бейджик Бог, некоторые верующие именно так себя и ведут. Потому что он-то все знает, он тебе сейчас все объяснит. А ты сам, глупая голова, ничего не знаешь, ничего не понимаешь. И они всегда хотят стать посредниками между людьми и Богом. Но слава ему, что нам не нужны никакие посредники. Кроме Иисуса Христа, во имя Которого мы идем во Святое Святых на небесах. И мы можем переживать Его милость и Его благодать. Да, милые мои, в жизни происходят разные вещи. Не все мы понимаем. Не все можем объяснить. И слава Богу, что в Ветхом Завете помимо Торы, помимо книги Второзакония, есть еще книга Иова, которая нам показывает иные, более глубинные пласты, оставляя нас в этом неудоуменном, но в то же самое время восторженном состоянии перед Его величием, Его безграничностью, когда мы просто можем уповать на Него. Не все понимаем. Не все понимаем. И не нужны эти вопросы. А вот почему? А вот почему умер так рано? А у этого почему ребенок погиб? А у этого что? И все. И мы вынуждены друг перед другом оправдываться. Как-то это все объяснить нам надо. Ну что вы хотите объяснить? Что вы хотите понять? Часть картинки. Ну что? Просто радуйся, славь Господа. И что бы ни было, уповай на Него, в вере, что любящим Его, призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. Ибо Он благой Бог. И каждый верующий расскажет Аминь. Давайте сейчас закроем глаза. Склоним наши головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за этот воскресный день, когда мы честно читаем Твое Слово, честно, Господь, углубляемся в Священное Писание, которое раскрывает нам Твою многогранность, безграничность, Твою великую тайну, Господь, ибо все в Твоей руке. На своих ладонях Ты держишь весь мир. Ты автор, и Ты художник этой великой картины Вселенной, охватить которую не способен ни один самый гениальный ум. но познать Тебя, автора и художника, может смиренное сердце, которое просто склоняется перед Тобой, перед Твоим величием, перед Твоим могуществом, перед Твоей тайной, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты благой, Ты любящий. И однажды, Господь, когда Ты покажешь нам картину, всю, целиком, мы сможем увидеть и понять то, чего на земле так никогда и не поняли, то, что на земле мы так никогда и не смогли постичь и достигнуть, Господь. Но мы потому и веруем в Тебя, потому и уповаем на Тебя, Господь. Ибо открытая принадлежит нам, а скрытая Господу да будет Тебе, Боже, вся слава, вся честь и вся хвала. И я молю, мой Бог, за моих братьев и сестер, которые сейчас проходят через испытания в своей жизни. Я молю, мой Бог, за тех, кто переживает проблемы со своим здоровьем, я молю, мой Бог, за тех, у кого финансовые сложности и трудности экономические. Я молю, мой Бог, за тех, у кого проблемы с работой или семейные сложности, кто не понимает, задается вопросами, но не видит ответов, Господь. Я молю, мой Бог, коснись их сейчас особенно. Коснись, Господь, те, кто смотрит онлайн-трансляцию, Боже, чтобы мы просто уповали на Тебя, когда знаем и когда не знаем, когда понимаем и никогда не понимаем, чтобы мы не придумывали ответы, не фантазировали и не жили в мире наших фантазий, но довольствовались тем, что нам открыто и доверяли Тебе в том, что от нас сокрыто, веруя, что несмотря ни на что, Твоя благость и милость все приведет к радости. И как Иов прожил в конце насыщенный днями, насыщенной семьей, так и верю, Боже, Ты благословишь каждого из нас. Насытишь, Боже, милостью, благодатью Своею, благослови, касайся нас, Господь, во имя Твое, да будет Тебе вся слава, вся честь, вся хвала. Возьми руку ближнего, давайте помолимся друг за друга. Это единственный ответ, который дает нам книга Иова о причине страданий праведников. И ответ такой, доверяй Богу. Все. Нет больше ничего, доверяй Богу, и пускай в сердце у тебя будут эти слова, которые Иов кричал к Богу из глубины своих страданий и бед. А я знаю, что искупитель мой жив. Вот это что. Внутри будут эти слова. Он искупитель, Он живой, Он благой, Он любящий. Да, нам порой кажется, что идет какое-то зло, потому что мы не видим всей картины, но однажды увидим. А пока мы живем верою, ибо праведной верой жив будет. Доверяй Богу, уповая на Него, что бы ни было, Господь, не осуждая ближних, не осуждая во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, чтобы мы были, каждый из нас был благословением для нашего ближнего, когда мы видим наших ближних в беде, в несчастье, чтобы, проходя долиной смертной тени, проходя через плач, через боль, наше знание о Боге переходило в переживание Божьего присутствия, чтобы все, что мы встречаем на нашем пути, все привело к знанию Тебя, к переживанию Тебя, Господь, ибо это и есть самое великое благо. Это и есть соединяться с Тобой, быть вместе с Тобой. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь! Вся честь, вся хвала Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Я молю, мой Бог, чтобы мы поддерживали друг друга, держали друг друга, Бог, были поддержкой, подкреплением друг для друга. Я молю, Бог мой, делай нашу церковь, как семью, семью любящих сердец, где мы не как друзья Иова, которые приносят друг другу только дополнительную боль. Но мы были, Господь, наполнены Твоей любовью, чувствовали Твое сердце, а Твое сердце к сострадающим, а Твое сердце к страждущим, Твое сердце к тем, кто несчастье, Господь. Я молю, Боже, сделай нас людьми милостивыми, любящими. верными теми, кто идет до конца вместе с Тобой, когда будет Тебе, Боже, вся слава, вся честь и вся хвала. Отец, Сын и Святой Дух во веки веков. Каждый да скажет Аминь. Тебе. division. Тебе. ив. Субтитры подогнал «Симон»